Привет, в эфире радио «Алмазный край», у микрофона Григорий Евтодий. Отчего современный бизнес заинтересован в производственном наставничестве? Позволили бы Афоне из одноименного советского фильма стать наставником Валроса? И главное, как понять, что вы сами созрели для того, чтобы стать наставником? И как решение стать наставником может повлиять и на вашу зарплату, и на саму вашу работу? Об этом сегодня мы поговорим с нашей собеседницей Светланой Патрушевой. Экспертом направления программ развития персонала корпоративного университета «Алроса», которая сегодня с нами находится на онлайн-связи из Новосибирска. Светлана, привет, рад видеть в нашей студии. Добрый день, Григорий, очень приятно, спасибо, что пригласили. Итак, вот тема наставничества. Я предлагаю с нее начать, а именно с определения. Потому что у нас есть, с одной стороны, наставники, которые занимаются каким-то там бизнесом, есть даже женские наставники или еще что-то в этом духе. Но мы говорим конкретно о таком направлении, как производственные наставники. Здесь, наверное, стоит объяснить о том, чем занимается этот человек, чем он специализируется и отличается от других прочих наставников. Да, согласна, что здесь стоит обратить внимание, что наставник в рамках компании – это тот, кто делится своими знаниями, умениями и навыками с новыми сотрудниками, либо с теми, кто переведен на абсолютно новые функционалы, чтобы быстрее адаптировать этих сотрудников, как раз-таки ввести их в производственную мощность, чтобы они смогли выполнять на уровне тех, кто уже давно работает на данной вакансии или профессии, и не уступать им. Хорошо. Окей. Ну и в таком случае возникает вопрос дополнительный. А вопрос-то, почему возникла необходимость в этих специалистах? Ведь, по идее, так люди работают, так, в принципе, все в порядке. Ну, собственно, наставник, он как раз-таки помогает быстрее адаптировать этого сотрудника, помочь ему включиться уже в процесс, передать как раз-таки уникальные знания, потому что у нас компания уникальная, есть определенные технологии, которые их там на рынке не встретишь, да, плюс еще у нас территория тоже уникальная по-своему, получается, по своей территории, чтобы как раз-таки в рамках этого передавать знания, сделать акценты там, где нужно, да, в плане производства безопасности, охраны труда, да, ну и в принципе для выполнения функционала не хуже, чем те, кто уже давным-давно работает, и вывести этих новых сотрудников на такие же, получается, мощности в компании, да, чтобы они не отставали, передавали эти знания дальше и дальше в компании, да, росли и развивались. С другой стороны, вот будет, наверное, таким преувеличением сказать, что Вавросово только сейчас запустилась программа наставничества. Примерно два года назад вот мы с предыдущим руководителем этого направления, Юлии Кармановой в этой студии встречались офлайн, говорили о том, как эта программа, ну, скажем так, развивается и прочее. Вот за минувшие два года что поменялось в программе наставничества, как она сейчас выглядит именно Вавроса? Ну да, в принципе, наставничество, оно существует давным-давно, да, и в компании, даже до Юлии Кармановой оно существовало, но, получается, в 2023 году был пересмотрен подход к наставничеству, были разработаны две разные программы, то есть у нас есть отдельная программа для производственного наставничества, это рабочие, и мастерство наставника для руководителей, специалистов и служащих. Собственно, после того, как положение было утверждено, у нас был пилот на пяти структурных подразделениях, сейчас оно все тиражируется, да, и тиражируется. Теперь у нас там 27 структурных подразделений, которые уже зашли в периметр этой программы. Вот, в чем же различие? Различие в том, что мастерство наставника, это для руководителей, специалистов и служащих, и программа рассчитана на один день 8 часов, а для рабочих это двухдневное обучение с выходом на площадку производственную, где они как раз-таки в полях могут уже посмотреть, как это будет потом на практике, когда они закрепляются за новым сотрудником, какие документы необходимо заполнить, как их нужно заполнить, на что там обратить внимание, чтобы более качественно, так скажем, передать эти знания. Ну и в целом, и в той, и в другой программе рассказывается о том, как правильно обучать взрослых людей, потому что есть разница, учим ли мы детей, да, либо есть уже сформированный человек, взрослый, у которого есть опыт, так скажем, по той или иной профессии. Я думаю, огромная разница, да. И, собственно, здесь, получается, ну, как бы нужна определенная специфика, как эти знания правильно передавать, чтобы они укладывались человеку. Я думаю, здесь все преподаватели учебных комбинатов или тех рабочих специальностей, которые пришли преподавать в юном возрасте мужчинам уже лет за 40, прекрасно понимают, о чем идет речь. Хорошо. А если говорить уже о цифрах, то есть о показателях каких-то производственных, а именно вот если говорить о том, сколько, допустим, сейчас в ВАУРОС существует тех самых наставников и сколько человеку удалось благодаря этим наставникам подготовить или сколько человек прошли через эту подготовку наставническую? Ну, в 2023 году мы обучили по программе наставницы 540 человек, в 2024 уже 219 еще помимо этих 540 человек обучили. И из формированных, закрепленных пара в 2023 году было 170, на сегодняшний день в этом году закреплено 133 пары, которые успешно передают свои знания из рук в руки. Хорошо. Я здесь на всякий пожарный хочу проверить, правильно ли я все понял, правильно ли я все запомнил. То есть, получается, есть 2 программы наставников. Одна для руководителя, она такая сжатая, экспресс, и там свои, скажем так, задачи для рабочих. Это 2 дня работы, соответственно, вот он передает, объясняет, вот здесь вот у нас, я не знаю, здесь мы чиним КАМАЗы, здесь БИОАЗы, а здесь мы обедаем. Что-то в этом духе. Если укрупненно, то да, но в рамках, получается, наставничества, каждый наставник, прежде чем взять нового сотрудника, он как раз таки составляет для этого нового сотрудника индивидуальный план развития на период наставничества, где описывает те функции, которые он должен в рамках этого наставничества успеть передать. Это такие основные базовые вещи, которые должен знать новый сотрудник. Если наставник вдруг пошел в отпуск, либо заболел, и его здесь и сейчас рядом нет, то наставник, передав эти знания новому сотруднику, может быть уверен, что этот новый сотрудник сможет справиться и без него. То есть здесь какая-то должна существовать инструкция или дорожная карта, вот он пишет то, что я хочу молодого сотрудника обучить обязательно, чтобы он умел включать-выключать электричество на рабочей площадке, закрывать за собой дверь, выполнять какие-то простые, принятые в этом помещении, в этом цеху, допустим, какие-то правила безопасности. Ну, это, наверное, правда, правила безопасности. Другая история, но те правила работы, которые там имеются. Ну да, в целом, да, потому что после того, как наставник передает эти знания новому сотруднику, новый сотрудник в свою очередь заполняет другой документ, это лист анализа работ, где как раз-таки по каждой вот из этих функций, там, он пишет, что он должен сделать, да, чтобы это было, как это нужно сделать, почему так и не иначе, и что для этого необходимо, да, какие инструменты. Что если вдруг там, ну, все мы люди можем там определенное количество времени выпасть, не знаю, долгий отпуск, это либо больничный, либо еще что-то, и потом, выйдя на рабочее место, как с чистого листа, он, если поднимет этот лист анализа работы, то это для него будет как шпаргалка, где он сможет посмотреть и понять, что ему нужно сделать в рамках этой задачи, да, на что обратить внимание, чтобы как раз-таки не нарушить ни производственную безопасность, ни охрану труда, и чтобы качественно выполнить эту задачу. Посмотрим на этот вопрос с другой стороны, создание любого там плана, индивидуального, индивидуального, его заполнения, его следования, опять же таки, отчет, не отчеты, это все дополнительная нагрузка к работе, и получается, что раз есть дополнительная нагрузка к работе, возникают вопросы и об оплате этой дополнительной нагрузки. Вот здесь, с материальной точки зрения, как обстоит дело с наставниками, опять же, какую прибавку к зарплате они могут получить за свою работу? Ну, в рамках, получается, мотивации сотрудников, которые изъявляют желание быть наставниками, есть как материальная, так и нематериальная мотивация, сейчас мы говорим о материальной, это 10% как ладу, либо тарифной ставки в зависимости от того, в чем, получается, получает сотрудник заработную плату, вот, она фиксирована за период наставничества, да, для каждого наставника, и для рабочих еще предусмотрена единоразовая выплата по итогам наставничества, вот, она там тоже фиксирована, это либо 5, либо 7 тысяч рублей, в зависимости от того, какие результаты в рамках наставничества будут. Отчетными документами является это оценка руководителя, оценка наставника, наставляемого и тестовые задания нового сотрудника. Вот, совокупность, средняя оценка этих баллов получается и гарантирует о том, что получит какую из сумм наставник. Если говорить про 10% как ладу, либо тарифной ставки, то в среднем это точно выходит там 5-10 тысяч рублей дополнительных зарплат. Ежемесячно или только пока есть вот эти вот наставляемые? Ну, вот, собственно, за период наставничества, который определяет руководитель, исходя из опыта нового сотрудника. Там есть какая-то корреляция, допустим, от того, что, ну, вот сегодня человек обработал, в смысле нет, подготовил и наставил человек 10, а, допустим, завтра он наставляет, условно скажем, одного человека. То есть это как-то уровень этой премии, он, может быть, повышается или он средний. Вот что 10, что одного человека ты наставил, вот примерно эту зарплату ты в месяц получишь. Ну, в рамках наставничества за один период времени за наставником не может закрепляться более двух новых сотрудников, потому что это большая все равно нагрузка, потому что с наставника не снимается его основной функционал, и ему еще нужно качественно передавать знания новым сотрудникам. Вот, но если смотреть в то, что закрепили двух сотрудников, да, одновременно на определенный период времени, то он получает эти 10% за каждого сотрудника за период наставничества. Ну, и, собственно, если это рабочие, то из-за каждого сотрудника он получает лединорасовую выплату по итогам. Теперь по поводу требований, потому что есть такой замечательный эпизод из фильма «Афоня». Классический, советский, вот как только наберешь наставник, допустим, на производстве, сразу на этот эпизод наткнешься, как, ну, собственно, Афоня, персонаж фильма, вводит по своей площадке, по рабочей площадке наставляемых им студентов. И получается, как это выглядит ситуация? Что человек, у которого есть и проблемы большие на работе, разногласия с работодателем, и, ну, скажем так, и с самой работой не все так просто, да еще и алкогольная зависимость становится наставником для тех самых студентов, которые выбирают в будущем свою профессию и подразделение, в котором они будут работать. Если говорить о Бау-Роса, вот смог бы такой Афоня стать наставником, и какие вообще существуют требования для тех людей, которые желают стать наставником? Или здесь, ну, по сути дела, достаточно желания? Ну да, здесь как бы и желание должно быть, да, у самого сотрудника делиться этими знаниями, потому что это все равно такой труд, и если человек не хочет этим делиться, то качество все равно будет страдать, да. Но и есть еще определенные тоже требования, это опыт работы, там не менее года должен быть, сотрудник должен быть без нарушений по производственной безопасности, охране труда, ну, собственно, должен быть либо такой же квалификации, как новый сотрудник, либо у него квалификация должна быть выше, чем у нового сотрудника, чтобы как раз-таки делиться своими знаниями. Поэтому думаю, что Афоня, конечно, может быть и прекрасный человек, но есть определенные как раз-таки требования к наставнику, которые он нарушает. Ну и это должен быть тоже лояльный сотрудник в компании, потому что свое поведение все равно будет транслировать дальше и заряжать новых сотрудников на такое же поведение. Итак, вот если здесь резюмировать и, так сказать, подвести небольшой предварительный итог, то попробуем давай ответить на вопрос, а именно, как понять, что вот все, вот ты можешь стать наставником? То есть вот человек задается вопросом, может быть, для себя, а я могу или я не могу, допустим, а может быть мне стать наставником? Так начинает вот разминать эту тему, скажем так, и обдумывать этот момент. Может быть, есть здесь советы какие-то прямо или критерии, которые помогут человеку решиться, определиться с тем, что все, я иду там, пишу в корпоративный университет заявление, хочу стать наставником. Или, напротив, бросить эту тему и заняться чем-то другим. Может, так лучше? Ну, здесь нужно тоже подумать, да, потому что я думаю, что в компании работают профессионалы все равно, да, у нас очень много заявляются как раз-таки в рамках лучшего по профессии, да, чемпионата люди. И, собственно, есть чем делиться и как делиться. Если, ну, как бы, есть сомнения, правильно ли смогут поделиться своими знаниями эти сотрудники, то как раз-таки для этого программа наставников и есть, да, что проходит обучение, они им рассказывают, как это сделать правильно, да, и помогают, собственно. Вот. Ну, а так, если сотрудник полностью, ну, как бы, в целом выполняет свою работу на должном уровне, качественно ее выполняет, да, ему не стыдно говорить о своих результатах и, собственно, показывать, как он это делает, то почему бы и не попробовать свои силы в рамках наставника, потому что здесь тоже, ну, как бы, и руководитель может, да, выдвинуть этого нового наставника для нового сотрудника, кто может передавать эти знания, как поощрение, да, что вот его видят, его заметили, что он такой молодец и может передавать экспертизу. Так, и, собственно, сам наставник тут тоже может посмотреть на свои процессы в рамках того, что будет передавать с другой стороны. Для него там, ну, может быть, уже это обыденно стало, да, и он каждый день это делает и не видит там каких-то уже путей оптимизации, а когда он начинает передавать эти знания, да, то он может посмотреть чуть-чуть с другой стороны, может быть, и новый сотрудник где-то позадает вопросы, как можно еще улучшить процесс и сделать его более качественным, легким, ну, и понятным как для нового сотрудника, да, так и для себя, собственно. Хорошо. Если говорить непосредственно о том, а куда прийти, вот, написать, заявить, там, сказать то, что вот человек хочет стать наставником, вернее, по-другому даже сформулируем, написать, что я хочу стать наставником, вот есть какой-нибудь электронный адрес или, может быть, в линке кого-то может набрать, чтобы сказать, что вот я желающий. Научите, обучите, расскажите, и я в теме. Ну да, чтобы стать наставником, собственно, нужно либо сообщить об этом руководителю, руководитель может сообщить службу управления персоналом, закрепленному менеджеру, да, за определенным структурным подразделением. Если вдруг не получилось там связаться со службой управления персонала и через них подать заявку, то у нас есть эксперт и лидер проекта, это Березовская Светлана, которая, я думаю, всегда, если что, сможет помочь, перенаправить, да, и подсказать, провести как раз-таки за руку по этому процессу, чтобы пройти обучение и в дальнейшем как раз-таки закрепляться уже и передавать свои знания. Если говорить о наставниках уже для руководителя, потому что вот это прямо обособленная история получается. Одно дело, производственный наставник, когда вот получается на рабочей площадке, надо объяснить то, как устроена вот эта вот история, допустим, этот станок или еще что-то в этом духе. А другое дело, наставник для руководителя, это вообще как работает? Это тот самый коуч, который должен говорить, дыши глубже, принимай решение как-то, я не знаю, спокойнее. Ну, собственно, это то, ну, особо здесь разницы нет, единственное, что, ну, как бы специфика, да, немного другая, потому что у руководителей все равно немного другие задачи, нежели чем на производстве, да, нету там оборудования, которое нужно, да, там правильно настраивать, там, передавать в рамках оборудования, да, какой-то технологии. Здесь уникальность знаний, да, то есть, ну, наставник передает свои уникальные знания, которые, там, сотрудник сам где-то подчеркнуть не сможет, да, ну, или потребуется достаточно долгий период времени, чтобы эти знания как раз-таки накопить. То, что у него все равно уже сформирован, там, определенный багаж знаний, которые он может, там, как раз-таки в рамках наставничества передать, и чтобы новому сотруднику, который пришел на руководящую позицию, было легче адаптироваться, да, и понимать, там, где что посмотреть, где у кого там что взять, например, да, по какие-то, там, показатели, цифры, на что обратить внимание, вообще какой вектор, да, развития компании, какая стратегия в компании, да, если смотреть совсем глобально и масштабно. Вот здесь, наверное, углом больше вот в этот. А это какой уровень должен быть у наставника, руководителя? Это должен быть, допустим, руководитель управления, наставляющий руководителя отдела своего? Или это просто специалист, который давно работает в этом управлении, обладает таким опытом каким-то важным для этой сферы? Ну, наставник, получается, так же, как и у рабочих, это должен быть тот, кто руководитель, да, плюс один, ну, получается, следующего уровня, чтобы он был как раз-таки чуть выше и передавал уже знания. Ну, собственно, почти, получается, как преемственность, да, карьерное развитие, что вот в таком формате, что передавать вот эти уже знания как раз-таки в этом ключе. И здесь вопрос возникает, а тут отдельные контакты именно для тех, кто желает стать наставником для руководителя, вот, или здесь какая-то другая специфика, кому-то другому надо писать? Ну, нет, здесь, получается, цепочка точно такая же, это либо служба управления персонала, закрепленный менеджер, структурного подразделения, либо как раз-таки эксперт и лидер проекта, Березовская Светлана Алексеевна. Ну, здесь, я думаю, что руководителям будет проще даже написать быстрее, скажем прямо. Хорошо. Ну, что ж, на самом деле воодушевляет эта беседа. Я надеюсь, что действительно кто-то из наших слушателей, из наших зрителей, у нас же и радио, и аудиоверсия, и видеоверсия есть. Так вот, кто-то посмотрит, впечатлится и вдохновится, задастся теми самыми вопросами важными для того, будет он становиться наставником или нет. В завершении нашей встречи хотелось бы поделиться, что не нужно бояться, нужно пробовать что-то новое, потому что все новое – это развитие, да, может быть, страшно, но если не попробуешь, не узнаешь, как оно. Ну и, собственно, у нас есть чем гордиться. Совсем недавно мы как раз-таки участвовали в конкурсе, конкурс «Лучшие практики наставничества» по Республике Сахай и Якутия на 2022-2024 год, год, где стали призерами и, собственно, наши практики будут диражироваться дальше. Поэтому всем добро пожаловать в наставничество, пробуйте, дерзайте и делитесь уникальными знаниями внутри компании, сделаем мир и компанию немножечко лучше. Что ж, Светлана, огромное спасибо еще раз за эту беседу. Напомню, что нашей собеседницей была Светлана Патрушева, эксперт направления программы развития персонала корпоративного университета Ауроса. Говорили мы сегодня, конечно же, о программе наставничества, о том, кто в эту программу может войти, собственно, что там нужно делать в этом наставничестве, какие это сулит бонусы, в том числе и материальные, и нематериальные. Именно такое моральное удовлетворение. Желаю удачи, конечно же, всем наставникам, всем участникам этой программы, ну и тем, кто с этими наставниками работает. На этом все. Счастливо. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова